Музыка Ночевали сегодня вот в таком вот местечке Наконец-то мы выспались, потому что здесь было достаточно прохладно Ну, комарье, конечно, все равно было, но мы закрылись и спали при закрытой москитке Но было прохладно Вот здесь вот недалеко река Так что мы сегодня отдохнувшие и будем покидать территорию Дагестана И начинать путешествие по новой республике, по республике Чечня Надеюсь, все у нас сложится, все будет хорошо Не успели мы выйти на дорогу, как тут же были подхвачены машинкой И мы уже в Хасавюрте Скоро будем проходить границу в Чечне Дошли до выхода из Хасавюрта Вот тут, видимо, старая Астелла Вся заросла, машинами заставлен Сейчас попробуем здесь поступить Передохнем чуть-чуть Начали прокатиться на маршрутке Друзья, мы воспользовались маршруткой, чтобы пересечь границу между Дагестаном и Чечнёй Там проехать все блокпосты Вот, и мы сейчас уже находимся на территории республики Чечня Город Гудермес Здесь отворотка на Гудермес Сейчас поедем дальше Идем по Гудермесу Надо выйти К выходу из города Идем по Гудермесу Идем по Гудермесу Друзья, мы приехали в Аргун Аргун-сити Сейчас поснимаем тут немного Что-нибудь посмотрим Да, вид просто потрясающий, конечно Очень необычный фонтан Выполнен в таком-каком-то морском стиле Исламский полумесяц тоже в виде фонтана сделан Вот осмотрится Ребята, мы приехали в Грозный И вот мечеть сердца Чечни Сейчас идем к ней Отдыхаем немножко в парке Сейчас пойдем дальше гулять Как тебе, Грозный? Пока не знаю Пока не знаешь, да? Я тоже пока не знаю Не успели еще толком ничего посмотреть Ну и сейчас посмотрим В общем, гуляем по Грозному Бомбезности и роскоши хоть отбавляет Не знаю, нас не цепляет, если честно Нам больше интересно другое Либо природа, либо как бы люди Ну а тут город и город Абсолютно новый город построен Да, красиво, да, хорошо На этом вроде как и все Набережная реки Сунжа Ну а это Грозный Сити уже Насколько понимает Интересное здание Архитектура прикольная В виде глобуса Вот так вот, друзья, выглядит Чеченский автовокзал Таксисты, таксисты Маршрутки, маршрутки Автобусов нету Все друг друга давят Сигнают Хрен знает, куда иду В общем, несколько часов В городе Грозном Нам со Светой хватило Вот так Вот так И с головой выше Я не знаю, что Короче говоря, настроено Да Просто они не могут Им надо все грандиозно и помпезно Но чем строить такую херню Лучше бы пустили нормальные автобусы в городе Одни маршруточники Короче, каша Автобусов нету В маршрутках все битком Люди, короче, едут Я не знаю, как в консервных банках Мы два часа выезжали из Грозного Два часа Вот мы сейчас выехали Недалеко от него на дорогу Тут какой-то поселок рядом Ну вот дальше будем что-то делать Короче, кошмар они говорят Не знаю, что хорошего в Грозном И, конечно, чисто наше мнение Но факт в том, что у каждого свое Но мы от Грозного далеко не в восторге После гостеприимного дагестра После Дагестана Короче, Чечня вообще Показалась ничем Ни о чем и никак Ну это вот пока конкретно Скажем, мы были в трех городах Гудермес Какой-то еще И Грозный В общем, как-то все скучно Грустно и погано Посмотрим, что будет дальше В общем, мы покидаем территорию Республики Чечня И вот сейчас вот будет Граница с Ингушедией Заезжаем в Ингушедией Дождик немножко прошел Несильный такой Вот как раз граница То есть ДПС Ну все Будем в Ингушетии И опять начинается дождь В общем, друзья Мы выехали из Чечни Въехали в Ингушетию Проехали всю Ингушетию Вот уже на границе С Сосетей Здесь город Назрань, да? Или Назрань Я не знаю, как правильно В ударение встать Но В общем, мы хотим в нее Сходить в этот город А все мимо и мимо едем Короче говоря, остановились тут Надо будет завтра немножко вернуться В общем, сейчас будем Вот на этой поляне Располагаться И Наверное, ночевать Времени у нас осталось Уже полчаса до темноты Так что надо ставить палатку 20 минут И вырос дом Все нормально Посреди лесочка Будем отдыхать Всем доброе утро Выспались сегодня Просто шикарно Ночью Два раза принимался дождик Но нас это не напугало Мы наоборот В прохладе только рады Спали очень хорошо Вот сейчас Утренний мацион И будем собираться Дальше в дорогу Вот так вот Происходит помывка Пятилитровая канистра воды Решает многие проблемы По ходу Некоторые просто спрашивают Как мы моемся Вот отвечаем на ваш вопрос И попить И поесть И путься И зубки почистить Все пятилитровая бакла Ну да Вот и Светя на очередь Пришла зубки почистить Гигиена в походе Прежде всего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собрали свой лагерь и выходим куда-нибудь на дорогу, чтобы поехать, посмотреть достопримечательности Назраньи. Ну и не только Назраньи, может еще что найдем, интересно. Мы приехали в город Назрань, бывшая столица Ингушетии, и вот здесь администрация их. В общем-то, утро началось, идем гулять по Назране. Сегодня, да, не жарко, достаточно денек такой ветреный, ну и слегка пасмурный. Мы проезжали на автобусе, вот частный сектор вообще красотка, конечно. Не знаем, как тут в городе многоэтажки, но частный сектор просто красивый. Если в Дагестане все из желтого кирпича, то здесь все из красного. Очень красиво, да. Все ухожено, симпатично. Сегодня 1 сентября, начало учебного года, поэтому все тут... Все светятся. Все светятся, да, ездят, бегают, все ходят в форме в школьной, все красивые, разодеты. В общем, поздравляем всех с началом учебного года, студентов, школьников. Ну, а мы потихоньку подошли к Оле Победы. Такой сквер хороший, с лавочками, тенистый, красивый, с деревьями. Прикольно. Тонтан не работает сегодня почему-то. Все сегодня счастливые, довольные. Можно подумать, все очень-очень любят учиться. Все здесь первый день, все встретились. Да, первый день. Все встретились, да, после летних каникул. Все веселые, в хорошем настроении. В общем, даже атмосфера какая-то, да, такая. Да, и нам радостно. Ну, классно. Все улыбаются, здороваются. Да-да-да, все здороваются. Такой грандиозный мемориал Победы. Никто не забыт, ничто не побит, не забыто. Великое Отечественное посвящен. В центре города прям. В центре города также расположен вот такой вот красивейший пруд, на котором можно отдыхать. Ну, там смотровые площадки есть. Да, там вот есть и смотровые площадки, вот там вот подъезды даже, подходы. Неплохо сделано. Наши рюкзаки отдыхают от нас, а мы от рюкзаков. Гуляем дальше. Чем еще удивить на зрань? Нашли интересные цветы, на улице растут. У меня у бабушки такие в горшках росли, они называются петушки. Вот видите, как гребень такой цветок. Это цветы петушки. Деревья нам понравились, вообще прикольно выглядят и вы. Здорово. Мы зашли со Светиком в кафе и решили попробовать местную национальную кухню. Взяли кира на тарелке. Вот такое вот. И, короче, как это читается, шлаутилка. Шлаутилка. А, чуду с мясом, чуду с мясом, да. Чуду с мясом мы взяли, вот. Принесли нам покушать, и мы, конечно, маленько опять в шоке. Я просто Свете говорил, что хватит одного блюда. Она взяла два. Теперь в результате вот это вот чуду с мясом. А это Кира на тарелке. Приятного аппетита. Ну что, Свет, приятного аппетита. Здравствуйте. Рома депустила. Чуду, просто восхититель. Просто чудо. Рома говорят. Очень вкусно. Очень вкусно. Вот так наелись. Кто бы только знал. Короче, нас не видно, что тут. Вот. Вообще до отвала просто наелись со Светой. Сейчас такие довольные, счастливые, сытые. И рюкзаки, в общем-то, на нас как бы уже... Ну и не хотят на нас ехать. Верзей, мы не хотим. Мы не хотим, чтобы они на нас ехали, да. Мы наелись. Очень вкусно. Сил нет дальше гулять. Но было очень вкусно и очень хорошо. У нас еще даже осталось. Мы все не смогли доесть. Мы с собой. Прозапасно. Практически везде такие дома красивые, из красного кирпича. Выглядит это очень неплохо. Подошли к центральной мечети городской. Вот такая вот красота. Такие вот богатые центральные ворота. Вообще красиво очень. Единственное, что тут мешает во всей этой красоте, это гребаная газель. Попробуем немного заглянуть вовнутрь. На внутренний дворик. Ковры, которые расстилаются для намаза. Потом их убирают, чистят все. Здесь обувь оставляют на этих полочках. И в мечеть проходят. В общем, гуляем по Назране, да? Вот, в общем, ну все нравится, все кайфово. Нет какой-то помпезности, такой роскоши особо. Все так простенько. Грязненько. Ну, как-то вот оно душевное и хорошо. Люди хорошие. Да, не как в Чечне, не как в Грозном. Как-то вот вообще оно чувствуется вообще свободно, легко. И видно, что люди, допустим, себя очень свободно чувствуют. И доброжелательно. Доброжелательно, да. Такой город вообще не напрягающий. Вполне все прилично. Нам здесь нравится. Нам здесь нравится, да. Хотя богатства и роскоши здесь особо нет. Обычный российский город. Света говорит, да что мне эти кустики нравятся. Ну, действительно, очень симпатичные, да? Все гениальное просто, да? Да. Не нужно строить огромные комплексы с высотками, огромные мечети, да? Все, посади красивый куст и горожанину будет приятно. Потому что это действительно для людей. Заасфальтируй улицу, посади кустик красивый, пусти автобус вместо маршрутки, и все будет классно. Самолеты с часами. Прикольный фонтан. Нагулялись мы со Светой по Назрани. Выехали сейчас из города. И собираемся посетить мемориал воинской славы, там, по-моему, или как-то так называется. Сейчас подойдем, посмотрим. Сейчас посмотрим. В общем, одно из достопримечательностей, как говорится, Ингушетии, надо посетить обязательно. Вот на проходной сидит человек, Амирхам. Поздоровались, познакомились, пообщались. Очень интересный мужчина. И вот он, мемориал. Начинаем осмотр. Прямо вот с такой вот фрески интересно. Здесь вот что-то, я насколько понимаю, революционное. Эта фреска посвящена клятве ингушского народа России при вступлении в наше государство. 1770 год. 1770 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Защита Брестской крепости Ну а вот эта фреска уже посвящена образованию Ингушской республики именно Борисом Николаевичем Ельцином подписан Вот так вот раньше, да, ремонтировали заглохшие авто на дороге Машинки классные, древность вообще Такие вот гиганты бегали по дороге раньше На угле работали От паровоза даже пахнет еще железной дорогой тех времен О, теплушечка небольшая Вагончики Сейчас уже таких нету Вообще малюсенький Прикольно Добро пожаловать в вагон Вот это обстановка, я вам скажу Давай, давай, давай Уважаемые зрители Давай, давай Уважаемые зрители Бросим вас Не знаю, будет ли видно, темно, наверное О, как Печка Печка, да С этими головешки брать Прикладкой Сундуки Спать на них можно Посидеть так, отдохнуть Здесь вообще металлические Интересно, что там внутри Давайте посмотрим Еще Куча чемоданов А там можно поспать Нары сделаны, да? Да Так, уберешь Спокойной ночи Что, остаемся в тенечке? Ту-дух, ту-дух Под равномерный стук колес И печка должна так Гудеть, короче Потрескивать И это самое Дымком должно пахнуть Еще дымком должно пахнуть Печка интересная, да? Красивое место, да? Да, очень красивое место Вообще Стоит посетить Кто сюда приедет Обязательно сходите Потому что мы еще не все осмотрели даже Память тем, кто испытал Преодолел последствия Чернобыльской И других Катастроф радиационных О, памятник Василию Маргелову Воздушно-десантные войска Здесь множество уже Более современной Военной техники Вечный огонь Горит, но на солнце не видно практически Ну вот это вот башня уже Такая интересная Там еще внизу расположен музей Музей посвящен жертвам репрессий Башня очень в любопытном исполнении На ней вот кандалы Сделаны вот такие Символизирующие Неволю Колючая проволока Она вся окутана колючкой Очень интересная башня, конечно Просто потрясающе выглядит Да, башня просто великолепна Это могильные камни Погибшим в ссылках От репрессий Вот так вот собраны С захоронения видим Все вокруг мемориала Засажено сосенками Такой аромат хвои Вообще вкуснейший Как ингаляция такая Так приятно, так классно Здоровски, конечно, сделан здесь сквер Вообще классно Очень много всего интересного Так что Друзья, кто будет в Ингушетии Не проезжайте мимо Вот мы и посетили со светой мемориал Масса впечатлений Да, Ингушетии большой плюс Да, Ингушетии реально Вот сразу плюсик Жирненький такой большой Классно все Причем оно, в принципе, по проезжей дороге Ну да, может любой просто заехать Вообще без проблем Мимо едет Притом посещение мемориала Абсолютно бесплатное Поэтому как бы Я думаю, что никаких проблем не составит В музей мы, конечно, не ходили Ну, во-первых, он платный Во-вторых, по-моему, он интерактивный такой А нам интересно, где побольше экспонатов Ну, кто захочет, тот сам сходит и посмотрит Друзья, с некоторых пор Вместо Назрани столицей Ингушетии Стал город Магаз И на данный момент он и является столицей И вот, собственно говоря, мы не могли не посетить столицу Ингушетии И мы приехали в город Магаз Сейчас будем его осматривать Здание правительства Республики Ингушетия Вот это вот все тут правительственное здание Фонтаны Вон там, вон, здание народного собрания Вот это вот В общем, все интересно Значит, мы в самом центре Вот это вот мемориал Башни Согласия Не знаю, что это интересно Башня И площадь Уложенная плиткой Вообще солнце, зараза, с той стороны светит Вообще башню не видно, походу Сколько я понимаю, башни Согласия То есть вот эти вот Ну и, соответственно, самая большая И две маленьких по краям Гуляем по парку Смотрим Лавочки Лавочки интересные, да? Да Как ребрами Этот парк С башнями Называется Шелковый путь Нас сюда сразу же Привлек вот этот орел Который на ветру Качается очень сильно Он сломан Так что, Света, лучше не трожь А то потом обвинят Еще в том, что Испортили госимущество Ингушетий Но орел Прикольный В общем, сквер Так Так, не знаю, что сказать Деревьев нет больших Тени нет Лавки все На открытой местности В округе солнце Как бы Непродуманно, я считаю Что Совсем непродуманно Город абсолютно небольшой Три улицы вдоль Четыре поперек У меня почему-то Такое ощущение Что этот город Специально для правительства Ингушетий Создал Потому что здесь Все правительственные здания Вон, прокуратура Мэрия Еще что Огромная мечеть Вот как-то так Чтобы тут обычные люди Не особо рассекали Не мешались Мы шли посмотреть мечеть Такую красивую Большую А она оказывается Тоже еще В процессе стройки Скульптура Матери-хранительницы Семьи И очага В общем Весь город Вовсю строится Всюду стройка идет Так что Только Стирка только На читающем магазе Не знаю Когда она достроится Мечеть тоже Большая будет Очень мощная Но тоже пока В процессе стройки Ну а мы посмотрели Все основные Достопримечательности Которые были заявлены По Магасу И Сейчас наверное Будем выходить Вот На основную трассу Чтобы двигаться В сторону Северной Осетии В общем Друзья Пока ехали В маршрутке Поговорили с водителем Маршрутки Я спрашиваю Говорю Че так много домов Магасе настроено И все пустые стоят Просто Реальные высотки Все пустые Ни одной квартиры Живой Нет Вот Он и говорит Не знаю Почему-то так Настроились С 92 года Все раскупили Квартиры Короче И никто не хочет Там жить Вот так Покупают Продают Покупают Продают Строят 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 Но никто не хочет В Магасе жить В общем секрет Нам фирмы не раскрыли Почему там никто Жить не хочет Да Так мы и не добились Ничего Может ждут Когда цена На жилье Полность Ну в общем Как-то непонятно Ну а мы В общем-то Выехали К основной трассе И не знаю Как сейчас На нее зайти Тут везде Кругом Отбойники Разделительные Отбойники Шумовые Короче Стенки Полиции Целая куча Там стоит В общем Жуть Вот так вот Выглядит С этой стороны Короче говоря Место Где нам надо Пройти А с другой Стороны Моста Там вообще Машин 6 Полицейских На улице Начал накрапывать Дождик Идем Со света Уже Хрен знает Сколько Автостоп В Ингушетии Вообще Не работал Он и в Чечне Вчера Не работал Так Ребята Останавливались Один из Дагестана Второй Из Владикавказа Из соседей Местные А никто Ни чеченцы Ни ингуши Здесь бесполезно Походу В общем Друзья В Ингушетии Автостоп Не просто плохой Его вообще Нет Здесь вообще Никто не останавливаться Мы уже Где-то Наверное Часа полтора Точно лазим По дороге И вообще Ноль Ни одной попытки Остановиться Вот такой вот Кавказ В общем Мы стопили Стопили Никто не стопится Сели на заборчик Посидеть На отбойник Мужик сам остановился Вывез нас На блокпост Вот сейчас В сторону Владикавказа Пойдем Ну что ж Сегодняшний вечер Мы встретим В Северной Осетии Мы заехали На территорию Северной Осетии Поставили палатку Да И решили Купить Это самый маленький Арбуз Который там был Купить вот такую Ягодку Так что Наверное Мы любим арбузы Наверное Мы сегодня Поедим арбуза Ну не знаю Вкусный будет Невкусный Скажем попозже Итак Барабанная дробь О как лопну О как тресну Не резать не надо Офигеть Сейчас попробуем Думаю Сахарный Вкусно? Очень Судя по твоему лицу До стола ложки Вот так Мы делили арбуз Поларбуза Тебе Как-то Как-то так получилось Поларбуза мне Что у нас две миски Такие В общем мы решили Не заморачиваться Ничего не резать Так Сколько влезет Столько и поедим Ну как бы да Так что приятного аппетита Всех приглашаем На Осетинский арбуз Ну так как мы в Осетии Значит он осетинский Да Вот и Света Пробует арбуз Ну как? Сахарный Сахарный? Вот У него есть один минус Он бы был еще Холодный-холодный С какого-нибудь родника Но увы Но увы Ладно будем кушать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому